Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. И сегодня это небольшой обзор рынка за пятницу, за 18 сентября. Обсудим итоги заседания Центрального банка России, ну и подведем предварительные итоги всей прошедшей торговой недели. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Видите, все наши видеообзоры мы начинаем с ситуации на фондовых рынках. Фондовые рынки к концу торгового дня окрасились все в красный цвет, причем падение такое довольно-таки существенное. Еще с утра ничего не предвещало такого сильного падения. Я утром еще, когда писал вот эту статью по настроениям рынков, я говорил, что настроение у рынков нейтральное. Мы с вами видели, как вел себя азиатско-тихоокеанский регион. Там даже страна восходящего солнца показывала довольно-таки неплохие движения в зеленой зоне. Да и китайские индексы пытались там заходить в зеленую зону. Вроде бы ничего не предвещало беды, но вот с открытием европейской торговой сессии мы с вами увидели, что с самого начала рынки окрашены были в красный цвет. А если говорить про российский рынок, то после пресс-конференции Эльвира Набиолиной и вовсе наш рынок стали довольно-таки сильно проливать. Сегодня очень заметно пролился немецкий DAX. Он потерял 0,7%. Мы с вами помним, как на прошлой неделе выходили данные, прогнозы из Федеративной Республики Германии о позитивном настроении, которое у них и видится в экономике. Но вот сейчас пока что это позитивное настроение сменяется. И мы с вами видим, что тот же самый немецкий DAX проседает на 0,7%. Фуци тоже потеряет 0,7%. Но нас сегодня не столько интересуют именно европейские индексы. Конечно же, на фоне них и падает и российский рынок. Мы с вами много раз говорили, что мы хорошо коррелируемся с европейскими индексами. Но в последнее время наш рынок показывал все-таки силу. Ждал, наверное, заседания Центрального банка. Что скажет Эльвира Набиулина на своей пресс-конференции. И, конечно же, некоторые моменты там заставили игроков очень сильно насторожиться. Но давайте сначала разберемся с тем, что ставка осталась без изменений. Многие аналитики это уже предполагали. Мы получали данные и на прошлой неделе из Центрального банка. Что, скорее всего, будет взята пауза. Кстати, об этом я говорил тоже в утренней статье. Что, скорее всего, Центральный банк возьмет паузу, чтобы посмотреть, как обстоят дела в экономике Российской Федерации. И какие дальнейшие действия стоит сейчас предпринимать. Ну, как только вышла Эльвира Набиулина на пресс-конференцию, все становится понятно. Мы привыкли с вами смотреть на настроение Центрального банка по брошкам, которые носит Эльвира Набиулина. Да, она то надевает буковку ВИ, то есть В-образное восстановление. Мы так расшифровываем то голубя с подковкой и так далее. Сегодня у нее была вот такая брошка, что означает, что Центральный банк берет такую некую паузу и будет на самом деле наблюдать за событиями, которые будут сейчас происходить на территории России. Вроде бы особо таких негативных новостей она не сказала. Она начала свое выступление с того, что Центральный банк продолжает рассматривать снижение ставки, что в дальнейшем, в 2021 году, Центральный банк России будет продолжать сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Даже прогнозы по ВВП, это довольно-таки такой оптимистичный прогноз. Центральный банк делает прогноз, что падение ВВП России составит около 4,5%. Это причем довольно-таки оптимистично. Напомню вам, что такой допустимый коридор падения это 4,5-5,5%. Ну, очень оптимистично пока смотрит Центральный банк на состояние нашей экономики. Но вот что меня на самом деле немножко насторожило и даже начало пугать, это вот следующее заявление. В случае второй волны дефляционные риски будут преобладать и будет мягкая денежно-кредитная политика, но в базовом сценарии ее нет. И вот, конечно же, вот это заявление, оно само такое вроде бы не особо важное, но здесь стоит отметить в этом заявление в случае второй волны. То есть уже Центральный банк допускает, что вторая волна вируса будет вероятна, хотя еще месяц назад, да, нас уверяли, что никакой второй волны вируса не будет. Вспоминаем заявление мэра Москвы Собянина, который говорил, что в течение шести месяцев коронавирус в России будет и вовсе побежден. Но пока это были просто слова, может быть, это просто успокоительные слова были, но мы с вами видим, как кривая заболеваемость, и потихонечку, потихонечку с каждым днем все растет все выше, выше и выше. Мы вплотную вновь приблизились к отметке в 6 тысяч рублей, да, вчера 5800 с копейками, сегодня уже 5900 с копейками за последние сутки заразившихся. Но об этом мы с вами говорили еще летом, что, скорее всего, летом количество заражений будет меньше, потому что, ну, тепло и так далее, а осень это пора, когда и так иммунитет граждан, да, не только России, граждан всего мира ослаблен. Мы это видим с вами по сводкам с той же самой Францией, да, где рекордное количество заболевших, с той же самой Британией. Я сегодня скидывал вот этот пост, где мы видим динамику тех же самых заражений в Германии. И на самом деле это вся картина очень и очень удручающая. И удручает это тем, что мы сегодня прекрасно знаем, что все прекрасно знают, что с сегодняшнего дня государство Израиль ввело очень жесткий карантин, такой карантин, который вводили именно весной. А вспоминаем заявление правительства Израиля еще летом, что ни при каких обстоятельствах карантин вводиться не будет. И примерно такой же риторики придерживались все правительства. Но сейчас, пока Израиль это Израиль, но стоит сейчас в Евросоюзе ввести какому-то государству опять какие-нибудь жесткие меры карантина, это пойдет как цепная реакция. И тогда просто-напросто это может очень сильно убить экономию, глобальную вот эту всю мировую экономику. Вновь получатся локдауны, вновь могут остановиться цепочки транспортные, да, и так далее. Это приведет к очень плохим последствиям. Конечно же, вот эти заявления про вторую волну вируса и вообще вот эти общие заявления по пресс-конференции Эльвиры Набиулины сегодня не внушили оптимизма игрокам на рынке. И после ее пресс-конференции российский рынок очень сильно стали проливать, хотя до пресс-конференции наш рынок держался, но очень сильно стали проливать и нашу национальную валюту. Если еще в течение первой половины дня мы торговались возле 75 рублей за 1 американский доллар, то после его таких заявлений мы, конечно же, получили довольно-таки неплохое по паре рубль-доллар. И как раз-таки это все вписывается в те сценарии, про которые мы с вами, дорогие друзья, говорили много раз на данном канале. Мы делали с вами прогнозы по паре рубль-доллар. Вы все знаете мое мнение по этой паре. Я ожидаю, что к концу сентября пара рубль-доллар будет стоить минимум 77-78 рублей. Но эти заявления я еще делал в конце августа. Мы тогда не могли предполагать еще и не знали. Даже аналитики тогда еще склонялись к более мягкой денежно-кредитной политике. Все ставили за понижение ставки. О том, что ставка, скорее всего, будет не меняться, было известно. Ну, стали говорить только на прошлой неделе. Смотрите, ситуация еще с геополитическими рисками не разрешилась. Ситуация с Навальным набирает все больше и больше оборотов. Это на самом деле уже похоже на бред. Я вот вчера говорил про эти бутылочки, которые найдены были в отеле. Но на самом деле это бред сивы кобылы в безлонную ночь. Почему нанесли я вот это отравляющее вещество только на одну бутылочку, а в номере их было три, да, по логике вещей. Тогда наносятся сразу же на три бутылочки. Ну, тот, кто, ну, по мнению сторонников Навального, ведь правильно же, если человек хочет отравить другого человека, он нанесет этот яд на все три бутылочки, потому что неизвестно, какую бутылочку возьмет тот же самый Алексей Навальный. Правильно? Правильно. Этого никто не мог знать. Ну, таких очень много нестыковок происходит. Почему номер был не убран, да, как это они так сразу уже узнали? Самолет еще только не успел приземлиться, они уже были в номере, да. Это тоже такое много очень нестыковок в этой ситуации. Но, однако, это не мешает Западу обвинять Российскую Федерацию, требует объяснения от руководства нашей страны. И уже не за горами тот момент, когда санкции все равно будут введены. Виноваты мы, не виноваты санкции нам просто-напросто не избежать. Нам нужно просто сейчас понимать, какого рода эти санкции будут. Но то, что санкции будет, и это будет крайний негатив для нашего рынка, это уже и так понятно. Еще одним негативом для нашего рынка, конечно же, служит ситуация в нефти. Сегодня случилось то, о чем мы с вами говорили еще в видео, по-моему, то ли про неделю назад, когда подводили итоги, то ли когда строили планы на эту торговую неделю, по-моему, в воскресном, вот в этом видео, когда мы строили планы на эту неделю. Дорогие друзья, я говорил, что есть опасность, что в Ливии вновь начнет добывать свою нефть, и это на рынок придаст еще один дополнительный миллион баррелей нефти. И это очень существенный довольно-таки объем. Мы вчера видели, да, на заседании ОПЕК, там бьются чуть ли не за каждые 100 тысяч баррелей, а здесь сразу же один миллион, да, маршал Халиф Хафтер хочет снять блокаду вот с этих, ну, с месторождения, где добывается нефть в Ливии. И это, конечно же, тоже дополнительным негативом присутствует на нефтяном рынке. Плюс мы с вами знаем, что ураганы, которые были сейчас причиной вот сокращения запасов нефти в Соединенных Штатах Америки, утихли. Соответственно, на следующей неделе мы можем уже получить более негативный сценарий по запасам нефти в Соединенных Штатах Америки, что тоже отразится на нефтяных котировках довольно-таки негативно. Отражение нефтяных котировок, негатив на нефтяных котировках, конечно же, довольно-таки сильно повлияет и на нашу национальную валюту, и рубль может начать ослабляться довольно-таки сильно уже на следующей неделе. Точно так же, дорогие друзья, нельзя списывать со счетов нашу соседнюю республику Беларусь, против которой единым фронтом выступают что Соединенные Штаты Америки, что Евросоюз, и они готовы уже на следующей неделе ввести огромный пакет санкций против нашей братской республики, братской союзной республики. Но, дорогие друзья, вроде бы, да, вводят санкции против Беларуси, но мы все прекрасно понимаем, что автоматом достанется и Россия, потому что Россия одна из немногих стран, которая поддерживает режим Александра Григорьевича Лукашенко и, конечно же, против... И отказаться от этой поддержки нам уже не с руки, да. Вспоминайте, когда только начинала развиваться эта ситуация, я тогда в своих видео говорю, нам лучше бы как-то занять нейтралитет, чтобы нам бы не досталось. Но нам по-любому уже здесь в данной ситуации будет доставаться и достанется довольно-таки существенно. Но это что касаемо нашего рынка, нашей национальной валюты, я не удивлюсь, что уже к середине следующей недели пара рубль-доллар может достигнуть отметки в 77 рублей. Там 77,2, по-моему, у нее довольно-таки сильное сопротивление для этого движения. Но посмотрим на самом деле, как будут развиваться события на следующей неделе. Об этом мы будем говорить с вами уже в воскресенье. Перенесемся мы, конечно же, за океан. За океаном мы с вами видим, что индексы тоже довольно-таки серьезное падение показывают. Вот уже пока снимается видео, S&P там падает на 0,7%, Dow Jones уже на 0,2%, Nasdaq теряет 1%, компании малой капитализации 0,7%. Но на самом деле я бы пока особо сильно вот этим данным не придавал значения, потому что сегодня произойдет экспирация. Возможно, перед экспирацией индексы и проливаются. Мы с вами такую картину наблюдали, что весной, что летом. Такая же картина происходит и сейчас. Уже в понедельник, дорогие друзья, мы с вами можем увидеть кардинально другую картину, когда пройдет вот эта экспирация, и тогда может движение начаться довольно-таки позитивное наверх. Что может послужить довольно-таки хорошими позитивами для американского рынка. Но, во-первых, дорогие друзья, мы с вами об этом уже говорили и вчера, скорее всего, будет достигнут договоренность по пакету мер поддержки. Как раз-таки это будет вписываться в тот сценарий, о котором мы с вами говорили. Да, пройдет экспирация, 20-е числа. Здесь уже можно потихонечку давать старт предвыборно-президентскому вот этому ралли. Может быть, скорее всего, начнут не с этого глобального пакета мер поддержки, а то, что озвучивает Белый дом. Первонаперво, это 13 миллиардов могут дать фермерским хозяйствам и таким образом поддержат этот сектор. Ну и второй момент. Скорее всего, мы на следующей неделе с вами узнаем такую позитивную новость для авиакомпании. И на них можно сейчас сделать ставку. Этот на Spirit Airlines, на American Airlines, на Delta Airlines и так далее. Можно перечислять их до бесконечности. Все американские эти авиакомпании, они могут получить дополнительную поддержку. И за это высказывается президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. И, конечно же, это может послужить довольно-таки очень сильным таким позитивным моментом для реального того же сектора экономики Соединенных Штатов Америки. Но это будет даже в последствии, может быть, будет принят и глобально. Вот этот пакет мер поддержки. Республиканцы, демократы в любом случае, скорее всего, договорятся. Но это будет все равно такая локальная победа. В моменте помпанут, наверное, рынок. А впоследствии, скорее всего, мы увидим рост все равно того же самого технологического сектора NASDAQ. И вот почему именно так я думаю. Я об этом, дорогие друзья, говорил вчера ребятам из закрытого чата, когда мы проводили прямой эфир. Потому что смотрите, что происходит. И об этом уже в открытую говорят главы центральных банков, что Европейского Союза, что Федеральной Резервной Системы, что Эльвира Набиулина. Это подтверждает сегодня. Вторая волна вируса уже не за горами. И, скорее всего, она будет более жесткой по сравнению с первой. Единственные плюсы здесь имеют такие, что вроде мы уже имеем понятие, как с этим вирусом бороться, чего от него ждать, какие нужно меры предпринимать. Если будут сделаны различного рода режимы самоизоляции, режимы карантина, локдаунов и так далее, то как раз-таки вновь рассветет тот же самый IT-сектор. И поэтому я бы сейчас в таком режиме неопределенности, в котором находятся рынки, словами Джерома Пауэлла заговорил, я бы все-таки делал ставку именно на IT-сектор. Кстати говоря, про NASDAQ на этой неделе, а в частности вчера мы получили такие новости от Goldman Sachs. Эти новости нельзя обойти стороной. Я об этом тоже писал в своей утренней статье, поэтому повторять я не буду. Но Goldman Sachs выразил свое такое мнение, свой прогноз, что в долгосрочной такой перспективе, где-то года через 3-5, пятерка лидеров, которые занимают основной процент в индексе S&P 500 и может смениться. Вот об этом мы с вами говорили. И вот этот FAM, который сейчас происходит, Facebook, Amazon, Apple, Google, да, те же самые, их могут заменить уже другие компании. Я не со всеми этими компаниями согласен. И некоторые компании, я даже с ними вообще и не работал. Но в одной компании, я честно признаюсь, я ей симпатизирую. С этой бумагой я люблю работать всегда в сезон отчетности. А сейчас наступает именно тот момент, когда стоит подбирать бумаги на будущий сезон отчетности, который уже не за горами. Да, октябрь уже здесь рукой подать, меньше двух недель до октября остается. Это компания PayPal. И, конечно же, вот с этой компанией я уверен, да, и Goldman Sachs об этом говорит, и многие другие аналитики к этому склонны, что за PayPal, конечно же, будущее, и что она может занять достойное место в индексе S&P 500. Ну и, наверное, стоит отметить еще такой момент по этой неделе. Коснемся тоже еще одной из моих любимых бумаг на американском рынке. Кстати говоря, я этой бумагой очень люблю работать под отчет. Это компания NVIDIA, да, мы на этой неделе, была опубликована такая информация о том, что NVIDIA купит у японского холдинга SoftBank компанию ARM за 40 миллиардов долларов. И на самом деле здесь стоит уже опасаться компании AMD. Об этом я, кстати, выкладывал несколько постов в открытом телеграм-канале, поэтому отлистайте ленту немножко назад. И об этом подробнее там уже было написано. Но AMD сейчас действительно стоит задуматься. NVIDIA может просто круто их обойти наоборот. И компанию NVIDIA как раз-таки можно присмотреть к себе в такой среднесрочный портфель уже с прицелом на следующие отчеты. Да, мы с вами видели довольно-таки неплохие презентации уже в этом квартале. Думаю, что отчет у этой компании будет довольно-таки хороший. Единственное, что меня смущает, что, если я не ошибаюсь, отчет у них будет проходить 6 ноября. А как мы знаем, что выборы будут 3 ноября. И вот после выборов неизвестно, что может произойти, какая ситуация будет происходить в Соединенных Штатах Америки. Ну да ладно, мы еще дополнительное подведение итогов уже поговорим с вами в воскресенье. Потому что сейчас американская торговая сессия в самом разгаре. И пока мы не можем говорить твердо, как закрываются все-таки рынки. Об этом уже будем говорить в воскресенье. Завтра видео у нас не будет. Завтра, позвольте себе, возьму выходной. А уже в воскресенье мы с вами подведем и итоги, и рубрика «Ежедневник инвестора», да, где мы разберем основные важные события на будущей неделе. И, конечно же, поговорим о наших действиях на будущей неделе. Одним из самых главных, ключевых моментов, но это, скорее всего, не то, что на будущей неделе, это уже через неделю. Это будет первый раунд президентских дебатов вот эти между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Конечно же, вот к этому событию будет приковано внимание всех игроков на фондовом рынке. Это я вас уверяю. Именно на эти дебаты Дональд Трамп сейчас возлагает очень большие надежды. Он хочет просто втоптать в грязь Джо Байдена. Особенно мы знаем, насколько у Джо Байдена не совсем хорошо с памятью. Я думаю, что Джо Байден провалит эти дебаты просто в треск. И таким образом разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байдена будет сокращен. А, по-моему, у них три раунда дебатов проводятся. И с помощью дебатов Дональд Трамп может обойти, как раз-таки подойти к 3 ноября, вот уже лидером президентской гонки. Ну и к тому же, я думаю, еще будет вакцина. Дональд Трамп об этом заявляет, что уже в очень ближайшее время вакцина появится. И многие компании об этом заявляют, что вакцина уже может появиться в середине октября. Поэтому здесь сейчас рынок будет крайне и крайне волатилен. Ладно, вот такие подведения итогов мы сегодня увидели. Кстати, дорогие друзья, напоминаю вам, мы говорили про курс доллара. Все вы прекрасно знаете мою позицию. Но вот напомню вам, что на нашем канале идет конкурс по прогнозу курса доллара на конец сентября. Напишите свой прогноз, каким вы видите курс доллара. Ссылка на видео, где вы оставляете свои прогнозы, есть в описании и в закрепленном комментарии. А призом будут служить именно ваши донаты, которые вы присылаете по ссылке, которая тоже есть и в описании, и в закрепленном комментарии. Но в этом месяце и прогнозов мало, но и призовой фонд там вообще мизерный. Скорее всего, в следующем месяце мы от этого конкурса будем вынуждены отказаться. Ну, потому что я как попугай одно и то же повторяю. Но вам по ходу дела это не совсем интересно. Если видео понравилось, ставьте обязательно лайки. Если не понравилось, дизлайки. Да, вот вчерашнее видео набрало довольно-таки большое количество дизлайков по сравнению с предыдущими. Но там, дорогие друзья, я высказал свою позицию по норильскому никелю. Я не отрицаю того, что норильский никель должен платить по счетам. Авария на его территории с его вот этими бочками происходит. Да, возможно, неправильно они следили. Но опять-таки, кто знал, что вот эти сваи были вбиты не на те значения, которые должны были быть вбиты. Поэтому наказывать надо еще и строителей этих. Поэтому здесь палочка такая на двух концах. Я согласен, что экологию портить нельзя и что за этим надо ухаживать. Но тогда и документацию нужно правильную подавать. А там как раз-таки собака изорыта в том, что по документации сваи были вбиты на одно расстояние. А на самом деле показалось немножко по-другому. Но это тема отдельного видео по норильскому никелю. Это совсем другая тема. Но в любом случае спасибо вам за обратную связь, что пишете, что дискутируете. Очень и очень интересно читать ваши комментарии. Дорогие друзья, у нас есть открытый телеграм-канал, где публикуются самые свежие новости. Есть Яндекс.Зен. Есть, конечно же, молодой аккаунт в Инстаграме, где публикуется очень много полезных постов. Вот как раз-таки выходные, я думаю, целых три поста, они почти написаны. Поэтому опубликую там и по техническому анализу, и по экономическим моментам. Поэтому заходите по ссылке, подписывайтесь на наш Инстаграм Инвест Профит. Ну и самое главное, дорогие друзья, вчера с ребятами из закрытого чата проводили довольно-таки большой прямой эфир. Вновь больше часа мы общались. Было очень много вопросов. Ребята просто не отпускали меня. Там уже просто время поджимало. Довольно-таки поздно время было, когда проводили прямой эфир. Этот прямой эфир уже будет опубликован в воскресенье. Если вы хотите посмотреть и знать мое мнение по текущей ситуации на фондовых рынках, как я вижу дальнейшее развитие событий, то вы можете проспонсировать данный YouTube канал, и тогда вам достанутся записи прямых эфиров с ребятами из закрытого чата. Вы сможете посмотреть, какая моя точка зрения. Она фактически не изменилась с лета. И примерно одной и той же стратегии я сейчас и придерживаюсь. Кнопочка «Спонсировать» находится рядом с кнопочкой «Подписаться». Обязательно еще на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Ну а я с вами, дорогие друзья, уже на этом буду прощаться. Пока-пока!